Всем привет! С вами канал Armor Master. Сегодня у нас рубрика после сборки и рассматривать мы будем модель английского танка первой мировой войны випит от менг. Начну с кратких впечатлений от сборки. В принципе, ничего сложного, как и ожидалось. Модель собралась буквально за где-то 4 дня без особых каких-то глобальных напряжений, кроме буквально парочки моментов. Прежде всего, конечно же, это сборка рубки. Как я и предполагал еще при обзоре модели, то, что у нас нет кондуктора, то, что у нас нет каких-то деталей, которые бы однозначно сдиктовали положение листов рубки, приводит к тому, что собрать ее без щелей весьма непросто. Мне пришлось пару раз уже подсохшие детали обратно разрывать и заново склеивать. В общем-то, это часть танка, которая требует, наверное, наибольшего напряжения, потому что, с одной стороны, она очень видна и очень заметна, с другой стороны, собрать ее криво и со щелями, в общем-то, проще некуда, поэтому на этот момент обязательно надо обращать самое пристальное внимание. Второй момент – это то, что рамка с мелкими деталями отлилась с достаточно заметным смещением, и на каких-то деталях это менее заметно. Самое неприятное – это оказались башмаки для улучшения проходимости. Там довольно заметно идут швы, там еще и на самой видной части расположены следы от толкателей. Это все пришлось шпаклевать, зачищать, и, в общем-то, надо сказать, что в плане сборки, наверное, башмаки заняли процентов 20 времени от всей модели. То есть, это тоже такой очень трудоемкий этап, трудоемкая деталь, исключительно из-за того, что она не идеально отлита. В остальном, в принципе, на мой взгляд, все более-менее, то есть, дня за 3-4 совершенно спокойно эту модель можно собрать. Она действительно простая, и каких-то больше, кроме того, что я указал, глобальных подводных камней я не увидел. Касательно матчасти буквально пара слов. Менговцы, к сожалению, тупо взяли и скопировали машину, которая стоит в музее, со всеми, соответственно, недостатками, которые есть на музейной машине. Ну, прежде всего, это отсутствующая направляющая для башмаков для повышения проходимости на левой стороне рубки. Также остался открытый вопрос по поводу заклепок на переднем правом листе над капотом, потому что там заклепок нет, в музейной машине их нет. На фотографиях тех времен сложно что-то разобрать, но в основном все-таки эти заклепки есть, поэтому, наверное, действительно эти заклепки нужны. Поэтому, в общем-то, в плане строгой матчасти и менговская модель вообще, и моя модель в частности, они, скажем так, не идеальны, поэтому, возможно, в этом плане в чем-то лучше даже модель от Такома. По окраске. Окраска была более-менее стандартная. В качестве базы взята Валеха, которая указана в инструкции. В принципе, цвет вполне приличный. Действительно, он отличается по цвету от ромбов, но так и должно быть. То есть, если ромбы скорее коричневатые, то випеты скорее все-таки зеленоватые, поэтому тут никаких претензий к производителю у меня нету. Мало того, конечно, Валеха, благодаря тому, что она прекрасно идет под кисть, была очень хороша в плане прорисовки более светлыми тонами мелких деталей, заклепок и прочего. Поэтому тут, в общем-то, все было достаточно стандартно. После того, как я сделал высветление аэрографом, высветление кистью, перешла пора декалей. Декали мне менговские тоже не очень понравились. Мне показалось, что декали от Такома точнее, поэтому я использовал некий такой микс. То есть, у меня часть деталей взяты от Менга, часть декалей взяты от Такома, поскольку мне показалось просто, что они больше похожи на реальный прототип. Далее пришла очередь масла. Замасливал я его достаточно интенсивно, чтобы показать достаточно серьезную изношенность поверхности. После этого сделал потеки, сделал сколы, сделал смывку. Все это делал, в общем-то, для себя. То есть, тщательно, долго и вдумчиво. В общем-то, поэтому время работы над моделью оказалось такое длительное. И финальным этапом стали пигменты. Но по пигментам тут надо понимать, что поскольку это очень медленный танк, то есть, максимальная скорость у них была на уровне скорости пешехода, поэтому тонировка ходовой части должна быть ближе не к танковой, а к тракторной. То есть, нижняя часть должна быть очень грязная, поскольку на нее сыпется вся пыль и грязь с гусениц, а верхняя часть, в общем-то, достаточно чистая, поскольку грязь туда может принести только экипаж. То есть, какие-то глобальные брызги от высокой скорости на этот танк лететь не должны, поэтому, соответственно, должен быть некий контраст между верхом и низом. Я для загрязнения воспользовался жидкостями от АК. На мой взгляд, они прекрасно имитируют подсохшую грязь, которая в жидком виде налетела на танк. Достаточно густо покрыл нижнюю часть танка, особенно густо внутренние стороны, поскольку, в моем представлении, их никто на войне вымывать не будет. То есть, если еще снаружи кто-то может что-то мыть и чистить, то внутри подлезать точно вряд ли кому-то это понадобится. После нанесения вот этих самых жидкостей в три слоя пришла пара потеков масла и смазочных жидкостей. Их тоже на фотографиях прототипа можно увидеть в больших количествах, особенно на ходовой. То есть, смазывали ее достаточно густо, и все эти жидкости, соответственно, оставались и давали такой достаточно контрастный, достаточно интересный эффект. Также отмечу башмаки для повышения проходимости. Я сымитировал на них деревянную поверхность, тоже благодаря этому они оказались достаточно длительными в работе. То есть, как в плане сборки склейки эти башмаки заняли, наверное, процентов 20 времени, так и в плане окраски примерно так же. То есть, они тоже оказались очень трудоемкими в плане того, чтобы сделать их достаточно интересно, достаточно реалистично. Также отмечу трос. Трос в наборе дан какой-то непонятной ниткой, очень тонкой. Я его заменил на более толстую проволоку. На самом деле, если посмотреть на фотографии прототипов, видно, что тросы были еще толще. Они толщиной, наверное, вот с регулировочный болт ленивца. Но такой толстый трос просто не войдет уже в коуши, которые даны в наборе. Поэтому пришлось прийти к некому компромиссу по толщине этого самого троса. Но, на мой взгляд, глобально в глаза это все не бросается. Вот, в общем-то, на этом предварительно и все. В будущем я планирую на кормовую часть еще посадить фигурку танкиста для, так сказать, целостности, образа. Но, как непосредственно модель танка на сегодняшний день, она уже готова. Если она вам понравилась, если вам было интересно, ставьте лайки. Чтобы быть в курсе новых выпусков, подписывайтесь. С вами был канал Armor Master. Всем пока. И напоминаю, что, как всегда, полный список использованных материалов в работе у нас находится в описании к видео.